I have ways of blowing things up. Минус. Поехали смотреть, как оно, что оно. Так. У меня очень хороший лбов. Смотрите, что я принесла. Я уже даже забыл. Начинает заболевать. Не-не-не-не, чувак. Нифига, не начинаешь. Нормально. Так. Что ты хочешь со мной поговорить? Очень голодна. Как ты себя чувствуешь? Я понимаю, что дорога плохо скажется на твоем здоровье. Не волнуйся, Аня, за мной все будет хорошо. А ты как, надеюсь, не жалеешь в своем решении? Ну, пока мне немного не по себе. Бросить дом, переехать сюда и столько перемен впереди. Думаю, мне нужно больше времени. Отдохни, ты заслужила. У меня хватит сил, чтобы помочь тебе с работой. Сказал чувак. Так, пошла спать. Куда там у нас спать? Вот сюда у нас спать. Ты у нас, дружище, слегка болен. Блин. Мне, ну не надо, что он слегка болен. Куда я могу человека отправить? Я могу его сюда отправить, да? То есть, вот сюда, скорее всего. На укрепление. Так. Ты, дружище, плохо спал? А, ну, на здоровье плохо спал. Давайте рубить мебель. Так, да, сделать. Укрепляем, что можем. Готовить. Пусть девчуля пока что спит. Мы тут пока что разрубим все, что нам не надо. Там вроде у нас неразобранная куча была. Да, сверху неразобранная куча. Ты у нас сейчас сделаешь укрепление. Наверное, пойдешь кучу, что ли, разбирать. Посмотрим. Так, ну ладно. У нас еще там предметы искусства спасать. Давай, вперед. Слегка болен, голоден. Очень голоден. У нас есть парочка людей, которые очень голодны. Нам нужно будет приготовить хавчик. Так, взять все. Вот дерево и растопочка появилась. Хорошо. Нам бы, наверное, терморегулятор. Посмотрим. У нас, я не помню, вроде нету терморегулятора. Надо сейчас посмотреть будет. Взять все. Вот мы и разжились деревом. Я говорю, топор просто решает проблемы. Топор моей мечты. С топором теперь можно будет, кстати, наведаться и в разные места, где мы раньше были. И там понасобирать кучу разного дерева. Погодите. Нам нужна ножовка. Да? Да. Так. Нам нужно будет сделать вторую кровать сейчас. Раз у нас есть дерево. Иди сюда. Так. Сначала вот это вот. Положить в коробку. Положить в коробку. Спасти. Давай, ты пока что спасаешься. Ты уже разгребся? Нет. Но мы к этому движемся. Что можно... Ой, тут еще тумбочку можно будет разрубить. Вообще суперскид. Ты у нас еще не выспалась? Нет. Слегка болен. Ту-ту-ту-ту-ту. Раз. Одну вещь осталось разрубить. А, вон, в шкаф еще можно будет разрубить два. Отлично. Потому что этот шкаф, он на самом деле... Нафиг. А ты быстрее не можешь, да? Не можешь. Хорошо. Супер. Давай-то долутаем тут. Взять все. Отлично. Статуя святого Пантелеона. Это уникальная скульптура 19... Погоди. 14 века. Принадлежит руке знаменитого Нику Гетика. Он родился и вырос в Грознавии. Был истинен за воровство и нашел признание в Погорине, где прожил большую часть жизни и считался... Та-та-та-та-та-та. А, это нам не надо спасать. Это мы можем просто подойти и глянуть, да? Хартия Погорена. Оригинальная Хартия Погорена, изданная королем Эриком Строителем в 1312-м, она давала бюргерам многочисленные привилегии, ставя их выше других подданных документов. Подобно этому формировали национальную идентичность и вышинцы способствовали величию Погорена. Я понял, вот нам не надо спасать это. Так, иди, руби. А ты иди, наверное... Пойдем посмотрим, что мы можем сделать, что мы можем улучшить, что мы можем натворить. А, она проснулась уже. У меня не хватает вот этой фигни, да? Так, значит, очень голодна. А, я не могу еду тут нигде, погодите. Ну что, Рубин, идешь на поправку? Кажется, да, но как ты со всеми справляешься? Я привыкла жить одна, но совсем неплохо обзавестись компанией для разнообразия. Ты была одна, даже до войны. Мои родители погибли, когда я была маленькая. Меня вырастил дедушка. Он умер незадолго до войны. Мне жаль, ты слышишь. Крайне мере, он не видел, как все покатилось к чертям. Он был очень чувствительным человеком с душой художника. Был художником? Да, на местном уровне. Делал скульптуры и рисовал в основном традиционные мотивы. Он оставил мне прекрасную коллекцию. Она хранит много воспоминаний. Надеюсь, ты покажешь мне ее, когда поправлюсь. Конечно, тебе... Тогда тебе лучше отдохнуть. Так, эм... Это все, конечно, офигенно. Дружище, сделай мне ножовку. Оно мне понадобится. Лучше на верстаке сделать. Пока у нас есть материалы. Так, ты уже все разрубил? Блин, ну собрал бы заодно туда уже. Вот это мне немножечко не нравится. Потому что приходится их пинать вот так вот каждый раз ногами. Пойди сделай. Пойди вон тумбочку пойди разруби, например. Так, ты. Лопату я пока делать не буду. Ножовку я сделал. Можно... У меня есть отмычки. У меня есть две отмычки. Можно будет взять одну, по-моему. Если я правильно помню. Так. Что теперь мы можем сделать? Мы можем сделать... Ловушку для животных. Я бы сделал вторую кровать. Как минимум. Потому что... Так. Рядом с холодильником на кухне. Разместить. А ты, дружище, иди и сделаешь еще кое-что. А ты собери дерево. Топор у нас уже неплохо подозносился. Не, погоди. Назад. Я не про то. Забрать все. Растопочка у нас есть. Что нам для улучшения? Мне просто теперь не хватает шесть деталей. Блин, это красиво. Мне их надо добыть. Это будет... Это тоже будет десять деталей. Нет, это не буду сейчас ничего делать. Мне нужен терморегулятор. Видите, которого у меня нет. Получается, мне нужно шесть деталей добыть. Так, она мастерит. Погоди, у меня кухни нету, да? Ну, тогда давай вы покушаете консерву пока что. Я просто не хочу сейчас тратиться на кухню. Так, ты, дружище, у нас растапливаешь печку на максимум. Я сейчас пойду за деталями... Блин, куда я могу сейчас за деталями сходить? Ну, пофиг. Я схожу, наверное, в тот же дом. Возьму с собой ножовку, возьму с собой отмычку. Там, по-моему, не будет шести деталей. Завершаем день на десяти градусах. Отлично. Идем в заброшенный дом. Много запчастей. Это просто обалденно. Добывать. Спать в кровати, спать в кровати. Приготовить. Вот это. И вот это. Может еще и топорик с собой взять. Что-то разрубить там на месте. Давайте добывать. Ну что, вот эти две вещи я потрачу. Топорик у меня займет еще, правда, одно место. Это не очень приятно, но на самом деле жить можно. Тут я вроде что-то, да, тут я что-то забыл. Тут одна деталь, это жалко. Мне нужно шесть. Блин, а тут шесть, кстати, может уже и не набраться. Это печаль. Ну ладно. Соберем, что тут есть. Возможно, придет торговец. У торговца можно будет... Дерево у него, скорее всего, не будет. Но с деревом мы пока что решили проблему. Относительно. Вот. Но... О, смотрите, сколько тут можно всего, наверное, расфигачить на дерево. Забираем. Давайте сначала все пооткрываем, все это. А я не помню, отмычка мне прям нужна-нужна была тут? Да, точно, вот здесь. Вот, видите, тут она автоматически начинает рыться. О, деталь оружия. Да, это хорошо. Это хорошо, потому что мы как раз на ножовку сейчас потратились. Пусть я хоть и одну деталь, по-моему... В принципе, неплохо выходит. Сейчас глянем, что тут. Тут должно быть что-то неплохое. Раз оно запрятано настолько хорошо. Лекарство может... Пф, мусор, неплохо. Взять все. О, этот миксер, отлично. Пойдем, получается, расфигарим на дрова все, что тут есть. И с этой территории будет покончено. Сколько у меня места осталось? А у меня, по-моему, и места-то не осталось, да? Сейчас посмотрим. Дрова-то по многу не влазит. Да, возможно, мне придется тут кофе оставить. И топор, кстати, скоро уже сломается. Я его сейчас тут трачу. Блин. На самом деле, давайте я кофе оставлю. Возьму растопку. Табак оставлю, возьму. Так, сколько там было дерева? Растопки можно взять 4, дерево 2. Хорошо, получается, остается 3 дерева и 2 растопки, плюс кофе, плюс это все. Бежать к выходу. Нормально. 3 дерева, 2 растопки. Жалко их, конечно, оставлять, это сейчас ценный ресурс. Но, с другой стороны, вот, обзавелись топором, я могу сделать еще один топор, в принципе, теперь. И мне нормально. Теперь у меня не будет дефицита с деревом. Я могу еще вернуться в старые локации, подобывать там дерево. Ну, то есть, в холодную зиму это как раз то, что нужно. Я материала не достал. Вот что, вот, там кто-то за дверью. Отлично. Если кто-нибудь, я слышал, вы можете помочь кое-что спрятать. Здравствуйте. Не хотел бы вас беспокоить, но вы тут заведующая? Да, меня зовут Милена. Что вас сюда привело? Хватит слухи, что вы помогаете прятать вещи. Полагаю, все зависит от того, о каких вещах речь. Я собираю предметы искусства, важные для вышинской культуры. Мы должны сохранить их для грядущих поколений. Ой, это же замечательно. Вот, возьмите эти книги. Посмотрим. Они старинные, с красивыми иллюстрациями и довольно ценные. Мой дедушка читал мне эти сказки, когда я была маленькой. Была? Извините, а ты... Ну, ладно. Мой дом выскивали уже дважды бандиты, и их... Уже дважды бандиты их не нашли, но я не могу рисковать. Если я переживу войну, то, возможно, заберу их. А пока, пожалуйста, сохраните их. Хорошо, не волнуйтесь, я сберегу их для вас, а вы берегите себя. Спасибо вам, дорогая, спасибо, благослови вас, Бог. История братьев Роско. Комплект прекрасно иллюстрированных классических сказок Марка Злотника. Рукописные пометки на полях, судя по всему, принадлежат самому автору. Довольно ценные экземпляры, но хозяйка не может спрятать их сама, поэтому попросила, понятно. Поэтому попросила, понятно. Так, уставшая. Иди, иди спать. Уставшая. Блин, здоровый дом. Фиг. Слегка болен. Ну, таблетку мне для тебя, извини, нету. Так, получается у нас... Кто у нас еще устал? Он слегка болен, слегка... Все слегка больны, но мне нету маленьких лекарств. Ну, типа, маленьких. Хорошо, она спит. Ты уже проснулся. Давай тогда пойдем, что там нужно было для верстака. Центрифуга, или что оно там было. Нет, для этого. Хотя я не уверен, что мне сейчас нужен этот верстак. Да, тут... Теперь у меня все есть. Мне опять же не хватает материалов. Мне нужно будет сходить в какое-то местечко. Тут подпорка опять рушится. Теперь. Ты, дружище, мне тут нужно было вот... Еще эти вещи спасать. Типа, если ты ночуешь в плюс 10... О! Положить в коробку. Положить в коробку. Спасти. Пошел. Сейчас ты тоже подойдешь и будешь спасать. Спасители, блин. В принципе, что у нас по вещам? У меня есть... Есть еда. У меня неплохо по воде. У меня даже оружие есть. Два ножа и все дела. Мне нужен терморегулятор. Это для меня сейчас прям важно. Чтобы его сделать, мне нужны детали. А для деталей мне нужно... Куда сейчас я могу пойти для деталей? Давайте будем смотреть. Вроде у нас опасных мест не было. На карте пока что. Положить в коробку. Положить в коробку. Положить в коробку. Спасти. Вперед. Пошел. Сейчас она выспится. Во сколько она там просыпается? В 12 час? Я не помню. По-моему, в час. Так, все. Ты уже справился. Пойдем еще раз спасать. Там на одну или на две ходки еще осталось. Я не помню. На одну. Отлично. Положить в коробку. Все, разгребаем все. Вроде как все завалы растащили. Все собрали. Все поломали. Все сделали. Тут у нас эта штука трещит. Ее нужно будет обратно потом укреплять. Это просто... Эта штука просто жрет дерево у нас там дальше. Печаль. Печаль. Так, хорошо, дружище. Дуй сюда. Где у нас обогреватель? Блин. Я в такой огромной штуке теряюсь. О, там что-то, кстати, почитать можно. Ну-ка, может быть, зайдем глянем, пока у нас еще есть время. О, она проснулась. Итак, важные пометки. Перенести коллекцию в главное хранилище. Соберите предметы, разбросанные по горину. Постройте еще одну печь. Еще одну. А зачем? Пригодится построить вторую печку, чтобы лучше обогреть. Мой здесь температура внутри быстро падает. Но мы должны поддерживать хотя бы 10 градусов, чтобы холодно не вредил. 10 градусов мы поддерживаем. Я это... Что-то хочешь поговорить? Тут так холодно. Так поговори с ней. Что? Я же нажал. Просто скажу, что приятно видеть тебя в целости и сохранности. Мы потеряли друга во время последней бомбежки. Мне жаль. Я слышал, что случилось с твоим домом. Самое главное, что вы в порядке. Ты в порядке. Я рад, что вы здесь. Ну и поговорили. Ну и здорово. Еще одну печь. Это было бы, конечно, неплохо. Я сейчас посмотрю, сколько она по материалам. Но мне нужно... Она там стоит, по-моему, 18. Не, ребята, это пока что дорого. Я не могу себе такое позволить. Кто бы мог подумать, у меня дефицит материалов. На 9 градусах. Не идеально, конечно. 98, 52. Немного материалов. Много оружия. Много запчастей. Стройплощадка посещена. Но там люди. Не написано, что опасно. Так. Институт. 75%. Немного инструментов. Много оружия. Можно в супермаркет сходить. Много запчастей. Пойдемте в супер сходим. Я не вижу там опасности. У нас есть, я насколько помню, две генерации супермаркета. Там, где с солдатами. И там, где просто. И мне кажется, что... Ну, там не написано опасно. Значит, это генерация... Без солдат. Посмотрим сейчас, короче. Две кровати у нас есть. Нам этого вполне должно хватать. Тут человек, правда, есть. Да, но... О, привет. Давай поговорим. Привет, малыш. Что ты здесь делаешь один? Собираю все полезное, что под руку попадется. В основном то, что можно сжечь холодные зимние ночи. Я живу в приюте неподалеку. Дети начинают болеть. Без нормальной еды и лекарств. Приют. Кто-то здесь заботится о детях? Да, наш папа Адам. Он собрал их у себя дома. Дал им крышу над головой. Радостно слышит, что у вас есть кто-то, кто заботится. Но почему-то здесь совсем один. Он хороший человек, но ему трудно приходить слишком... Ему трудно. Приходит слишком много проблем. Я старший из ребят, поэтому помогаю ему со сбором припасов, пока он занимается остальными. Ясно. Может, я могу чем-то помочь? Такая добрая. Пожалуйста, зайди к нам в приют. Поговори с Адамом. Ему очень нужна помощь. Ладно, дружище. Я подумаю, что можно сделать. Ну, я подумаю, что можно сделать. Но пока забираем все. Потом, если что, будем стакать. Мне нужны материалы, поэтому... Тут, кстати, скорее всего, тоже можно будет через крышу пройти. Просто чем меньше кучек, в принципе, останется, тем лучше. Мне просто проще будет скинуть все потом в одну. Заперто с другой стороны. Отлично, пойдем. Надо будет сейчас все вскрыть, все взломать, все сделать, все, что мы можем. А потом... Места для пряток, кстати, это на ту генерацию, когда... Когда тут солдаты. Так, ломаем. Я не уверен, что тут ломит понадобится. Сейчас посмотрим. Я бы, на самом деле, сейчас многие вещи тут побросал и взял бы чисто материалов. Ой, терморегулятор просто так! Извините. Так, давай мы тут сигареты оставим. Мы тут... Гильзу, ладно, гильзу пока пусть будет. Просто так терморегулятор валяется. Нам не надо вторая печка, нам нужна улучшенная первая печка. Взять все. Пока что просто смотрим. Пока что просто смотрим. Просто гениально. Кажется, у нас покупатель настал. Твой звездный час. Покупатель? Покупатель? Тут есть торговец? Здравствуйте. Так, дружище, вот у тебя есть... У тебя есть еда, алкашка, таблетки, кстати. А мне тебе предложить-то особо пока что нечего. Но у нас есть торговец. Покупеть. Мне не нравится то, что я сейчас слышал. Так, воду оставляем. Берем, наверное, еду. Сахар оставляем. Берем материалы. Можно будет еще два материала взять. Книги оставляем. Сюда нужно будет точно еще раз ходить. А может быть и не одну ночь. Потому что тут... Прям много чего хорошего. Сейчас еще нижний этаж чек. Но на крышу, понятно, тоже можно забраться. Там тоже будет много чего интересного. Так, детали оружия-то я могу забрать. Я просто хочу убедиться, что... Вот, видите, тут надо вскрыть, там надо вскрыть. Вот это все нужно вскрыть сразу сейчас. Пока у нас ломик с собой. А потом мы уже посмотрим... Что-то как. Надеюсь, торговцы отсюда никуда не денутся. О-о-о, таблетки. Ради такого я, наверное, даже еду оставлю. Заберу таблетки. За еду я потом приду. Все равно все это приду потом забирать. Давайте посмотрим, что тут. Тоже еда. Тут две еды целых, смотри. Материалы, сахар. Тоже еда. Еды тут просто валом. Знаешь что? У меня сейчас даже альтернативнее с собой будет взять именно больше материалов. Потому что у меня их больше не хватает. Сейчас мы вот это расшатаем. Еще в ту сторону сходим, посмотрим. Убедимся, что тут не надо ни ножовки, ничего такого. Так. Вода, дерево. Тут прям много чего. Материалы, сахар. Сахар. Вообще, сахар можно неплохо продать. Но даже если... Ну, как бы его забирать, с него потом можно будет сварить самогон. И его очень дорого продать. Эти штуки очень ценятся. Смотрите, сколько тут воды, сахара. Прям офигеть. Все, по-моему. Я тут... Таблетки по два стакаются. Вот так вот сделаем. Все, бежать к выходу. И сюда еще можно с топориком потом прийти, дорубать его уже до конца. Но тут материала хватит даже без этого. Тут прям нормально. Сейчас мы придем, улучшим печку, в первую очередь. Потому что... Фу. Сейчас такие звуки были. Как будто что-то, что я не хотел бы слышать. День тринадцатый. И я не знаю, хватит ли у меня материалов на плиту. Явился ночью, чтобы нас ограбить. Чтобы отбить атаку, потратили патроны. Пять патронов. Да, то есть, мне на самом деле это не проблема. Потому что... Так, очень голодна. Мы узнали о группе военных сирот, которая собрала мужчину по имени Адам. Они живут в старом доме. Он их заботится. Я сама сирота, поэтому очень хочу им помочь. Очень... Хоти. Но сейчас ты пойдешь спать. Так, ты же не болен там, например. Очень голоден. Слегка болен. Легко ранен? Вы нормальные, блин. Вы же потратили патроны. Считаю, что если кому-то нужна помощь, нельзя сидеть, сложа руки. Но у нас тут война, и работы непочатый край. Мы стараемся для будущих поколений. Не уверен, что нам стоит отвлекаться от главной цели. Да, 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 давай. Схавай таблетку. Так, ты ложись спать. Все, очень голодна, конечно, рад за тебя. Тоже очень голоден, тоже хорошо. У нас последствия живут сироты, им нужна помощь. Я живу... Я вижу, как это важно для Ани. Она столько для меня сделала. Случайно, незнакомца, не сомневаясь, для других она готова сделать не меньше. Так, значит, ты. Идем делать быстренько печку. Улучшаем. Раз нам подвезли термостат. 20 материалов! Твою за ногу. Но это нам сейчас важно, потому что нам нужно разогнать температуру. Так, а тут у нас сколько теперь надо? Ну, а у нас опять 10 материалов не хватает. Да чтоб тебя! Хорошо, тогда ставим кухню, если можем. Можем. 10 материалов. Потому что нам все равно придется как-то хавчик готовить. Я у нас тут кухни не вижу, поэтому давайте так. Что у нас с... 18 розжига? Неплохо. Неплохо. У нас даже патроны остались. Можем пистолет сделать. У нас есть поломанный. Хорошо. Для этого нам нужно будет разогнать оружейный верстак. Так. Раз, два, три, четыре. Руки выше, ноги шире. Сейчас приготовим хавчика. Наверное, 4 порции, чтобы сразу было нас тут 3 человека. А, нет. Пистолет можем сделать тоже сразу. 5 оружейных деталей. Да, сделать. Пистолет мы даже продать можем, если что. Но у нас будет лишний, получается. Для улучшения. Опять же, не хватает просто деталей. Везде куча деталей надо. Блин. Сделаем. Давайте сразу все 8 сделаем. Пусть они стоят. Они вроде как не пропадают. Поэтому нам будет это выгодно. Улучшенная печка. Смотрите, как начала разгонять температуру. Я 4 дровишки туда вкинул. Она уже дает 12 градусов. Сейчас я не хочу прямо сейчас закидывать все. Потому что... Так. Это мы сделали. Сделали. Ножовку пока делать не буду. Лопаты нафиг не надо. Пока что опять же... Так. Каску я, по-моему, где-то выложил. Мне кажется. Ну, хорошо. Торговец сегодня не придет. Черт. А сюда торговец не приходит? Или мне кажется? Что он легко ранен? Мне не нравится. Ну, блин. Я не буду использовать бинт на легко ранен. Это прям вот не то. У нас слегка болен, но окей. Потому что мы сейчас таблеточками их понапихаем. И они пойдут себе отдыхать спокойно. Вот. А это так. 12 часов. Вот она проснулась. Очень голодна. Она сейчас поест. Надо будет накидать. В принципе, тут больше заняться особо нечем. У нас материалы закончились. Иначе я бы... Давай поговорим. Видели женщину, которая принесла нам книги? Она помнила мне, как важна наша миссия. Видно, что люди доверяют вам с Миленой. Самое ценное, что у них есть. Да. В начале войны многие сносили сюда свои сокровища. Они знали, что Милена единственный человек, который сможет о них позаботиться. Так. Тут мы ничего сделать не можем. Слегка ранен, слегка болен. Давай спать. Ты слегка ранен, слегка болен. Давай спать. Ты. Подкинь нам. Там еще, наверное, дровишек. Оно 6 там получается, да? Завершаем день на 13 градусах. Чтоб тебя. Что, прилетит что-то? Тяжелые бомбардировки. А никуда нельзя попасть, да? Ты спишь на полу, ты спишь в кровати, потому что... Ну, офигенно. Ночь просто в никуда. Печаль, беда. Кажется, Зоро начинает заболевать. Да, в принципе, заболевать. Я ему... Идите вы к черту, ребят. Дома тепло. Я ему дал таблетки. Можешь подойти на минуточку? Давайте тогда уже поговорим с ним в следующей серии. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодышек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok